Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! Меня зовут священник Григорий Геронимус. Мы записываем это видео для библейского портала экзегет. Сегодня мы продолжаем читать седьмую книгу Священного Писания Ветхого Завета, книгу «Судей Израилевых». Мы читаем эту книгу в переводе российского библейского общества. Напомню, что книга «Судей» — это историческая книга, которая описывает очень сложный, смутный, тяжелый период истории Израиля, древнего, между вхождением в землю обетованную и началом царства. После странствования по пустыне Израиль вошел в обетованную землю, оказался окруженным множеством жестоких соседей, язычников, и вплоть до того, как появился свой царь у Израиля, вот был так называемый период «Судей». В это время повторялся такой цикл, когда Израиль был верен Богу, то Господь помогал Израилю, давал ему мир, безмятежие, и когда Израиль отступал от веры в истинного Бога, когда уклонялся в идолопоклонство, прельщаясь тем, что делали народы вокруг, то Божья помощь отступала от Израиля, и враги нападали и часто побеждали. И вот 4-5 глава повествует об одной из таких войн, о том, как Израиль под предводительством судьи, вождя женского пола Деворе победил врагов. В 5-й главе особая песнь Девора содержится, и вот потом говорится, что на 40 лет наступил покой, мир. 6-я глава продолжает повествование. 40 лет был мир, покой, и вот израильтяне стали творить дела, ненавистные Господу, и Господь на 7 лет отдал их в руки медийнитян. Прошло 40 лет, поменялось поколение, выросли люди, которые не помнили той победы, не помнили тех причин, по которым бедствие постигли Израиль, не помнили, что бывает, если уклоняться от веры в истинного Бога. И вот начали творить ненавистные Богу дела, и Господь отдал Израиль в руки медийнитян. Народ, который там проживал, такой же жестокий и почитающий языческих богов. Тяжким было иго медийнитян. Израильтяне устраивали себе убежище в расщелинных скал, в пещерах и на неприступных вершинах. Если ты просто где-то находишься на виду, занимаешься какой-то мирной деятельностью, то ты оказываешься жертвой этих захватчиков. Приходится прятаться в пещерах, в горах, уйти из своих обычных домов. Вот таково было положение Израиля в эти 7 лет, которые попустил Бог за то, что люди отклонились от него, отвернулись от него, стали творить ненавистные ему дела. Только бывало у израильтян кончится сев, как нагрянут медийнитяне, а с ними амилкитяне и восточные племена. Станут они лагерем на земле израильтян и уничтожат урожай по всей стране, до самой газы, не оставляя израильтянам ни еды, ни овец, ни быков, ни ослов. Только что-то вырастешь себе, соберешь урожай, вот чуть-чуть что-то, маленькие какие-то, и тут же приходят враги, все отнимают, и животных, и то, что удалось вырастить, нестерпимым был гнет вот этих врагов. Вот медийнитяне с амилкитянами и с другими восточными племенами, жестокими и страшными людьми приходили туда. Враги приходили со своими стадами, со своими семьями. Ну, там на самом деле слово шатер в древнееврейском тексте, но часто очень шатер означает семью. Если воин идет один, мужчина, то ему, может быть, шатер и не так уж нужен вот по тем временам, а если шатер он ставит, значит, скорее всего, у него кто-то там еще жена, кто-то еще в этом шатре. Враги приходили со своими семьями, то есть с шатрами, многочисленные, словно саранча. Не счесть их было, и не счесть было их верблюдов. Приходили и грабили страну. Вконец разоренные миньянскими набегами израильтяне воззвали ко Господу. Снова повторяется как бы тот же цикл. Вперед мира, благоденствия и верности Богу проходит 40 лет. Это очень понятное число. Поколение меняется. Люди отпадают от Бога. И кара постигает их. Иго, нападение, разорение. И вот тоже требуется какое-то время, чтобы осмыслить, что произошло. Через семь лет взывают народ ко Господу. Вконец разоренные миньянскими набегами израильтяне воззвали ко Господу. Израильтяне взывали ко Господу, прося защиты от медьянетян, и он послал к израильтянам пророка. Пророк сказал им, «Так говорит Господь Бог Израиля, я вывел вас из Египта, избавил вас от неволи, я спас вас от египтян и от всех ваших врагов, я всех их прогнал прочь, а их земли отдал вам. Я сказал вам, ваш Бог — это я, Господь, не служите богам Амариев, народу, на чьей земле вы живете, но вы не послушали меня». То есть Господь вдохновил кого-то, здесь даже не называется имя, какой-то пророк стал объяснять людям, что произошло, почему это бедствие постигло Израиль, потому что люди отвратились от веры выстанного Бога, стали почитать ложных языческих богов. «И вот ангел Господень пришел и сел под дубом в Афре, что была во владении Иоаса из рода Авеезера. Гедеон, сын Иоаса, в это время обмолачивал пшеницу, вдовильню для винограда, чтобы медицине не заметили». Ну, вообще-то, в мирное время было принято так, говорят ученые, на каком-то камне или на каком-то очень твердой поверхности раскладывали пшеницу и по этой пшенице гоняли скот, часто скот, запряженный специальными давильными телегами, там торчали какие-то камни, какие-то острые предметы были встроены в эти телеги и таким образом давили. Но в военное время, во время нападения этих врагов приходилось вручную, руками все это делать, так, чтобы не видели враги. Вот этот фрагмент текста подчеркивает, каким страшным было положение Израиля. Невозможно было молотить обычным образом. И вот он, Гиделон, сын Иоаса, обмолочил пшеницу вдовильной для винограда, чтобы его не заметили. Ангел Господень явился ему и сказал, «Могучий воин, с тобою Господь!» Гиделон ответил, «Прости, господин мой, если ты вправе, Господь, с нами, то почему случилось такое? Где чудеса его, о которых говорили наши отцы? Ведь они рассказывали, как Господь вывел нас из Египта. А что теперь? Господь нас оставил, отдал в руки мединитян». Является Гидеону ангел, приветствует его, как приветствуют друг друга верные израильтяне. «Господь с тобою». И в Новом Завете вот такими же словами архангел Гавриил приветствовал Марию, будущую Богородицу, радуйся благодатная, Господь с тобою. Вот такое приветствие ангельское. Но Гидеон отвечает совсем не так, как Богородица. Он говорит, да нет со мной Бога. Где чудеса Божии? Почему Господь нас оставил? Вот отцы рассказывали о чудесах, когда Господь вывел нас из Египта, освободил от других врагов, а сегодня враги владеют нами. Где же эта сила Божия? Видимо, это то, что, выражаясь так немножко вульгарно, таким современным языком, накипела вот эта та боль, которая была в сердце Гидеона. Где Бог? Почему Он оставил нас? Почему Он попускает этим страшным вещам совершаться вокруг? Где те чудеса, о которых говорят наши отцы? И в этом не столько ропот, сколько жажда, потому что Бог явился, поиск Бога. И, может быть, именно поэтому Бог избрал Гидеона и сделал его судьей Израилевым, послав ему этого ангела. Господь обратил на него свой взор и сказал, «Иди, могучий, избавь Израиля от медъянитян, отныне ты мой посланник». Вот что говорит ему ангел. Ты должен избавить. Ты говоришь, где чудеса, где Бог? Вот ты и будешь тем чудом Божиим. Ты посланник. Ты должен освободить Израиль от врагов. Иногда мы говорим, почему Бог не помогает тем или иным людям, попавшим в беду? Почему Бог попускает то или иное? Почему так мало милосердия, любви? И вот это тот ответ, который дает нам Священное Писание. Ты жаждешь, чтобы это было? Будь тогда сам действием Божиим. Будь сам этим чудом. Дай Богу действовать через тебя. Стань теми руками, которые помогут в беде. Стань тем светом, который будет светить во тьме. И вот Гидеону Господь говорит, «Стань тем военачальником, который освободит Израиль. Стань избавителем, который избавит Израиль от руки врагов. Ты мой посланник». И Гидеон ответил, «Прости, господин мой, как могу я избавить Израиля, если я и род мой последний среди родов Моносии, и сам я младший в своей семье? Кто я?» Гидеон. «Как я могу быть избавителем? Да я последний сын в своей семье, а семья моя далеко не самая знатная, а наоборот, это один из самых последних по иерархии родов в колене Моносии». А в этом есть особая библейская логика. Бог избирает очень часто последнего, слабого, чтобы через него явить свою силу. Таким позже будет царь Давид, восьмой брат, в семье, про которого даже забыли сначала. И вот таким является Гидеон из не очень благородной семьи «Последний сын». И Господь сказал, «Я буду с тобой, и ты перебьешь медвенитян всех до одного». Гидеон попросил, «Если я угоден себе, дай знак, что это ты, именно ты говоришь со мною, не уходи, пока я не вернусь, я принесу тебе угощение». «Я посижу здесь и подожду тебя», ответил гость. Вот Гидеон как бы колеблется, может ли он принять этот призыв Божий, и вообще Бог ли его зовет? Кто этот юноша, который с ним беседует? «Я, подожди меня здесь, я принесу угощение, вернусь к тебе». Гидеон пошел, приготовил мясо козленка, а из эфы муки испек пресных лепешек. Он положил мясо в корзину, налил отвар в котелок и отнес к гостю, сидевшему под дубом. Немножко это напоминает, как сам Бог приходил к Аврааму у дуба мамврийского в виде трех путников. Здесь, конечно, уже не сам Бог, здесь ангел, и не три, а один путник пришел. И вот Гидеон тоже принимает его, кормит обедом. Надо понимать, что это во время голода происходит. Во время голода незнакомому юноше, ангелу на самом деле, он дает такой обед дорогой, мясной обед. Положил мясо в корзину, налил отвар в котелок, отнес это гостю, сидевшему под дубом. «Положи мясо и лепешки на эту скалу и вылей на них отвар», велел ему Божий ангел. И он повиновался. Ангел Господень коснулся мяса и лепешек концом своего посоха и вышел из скалы огонь и сжег мясо и хлеб. И ангел Господень скрылся из вида. Ангел показал ему, что он принимает эту пищу, принимает этот обед, но не так, как люди, потому что это был ангел. Вот он чудо такое сотворил, коснулся посохом, вышел огонь из скалы и сжег все то кушание, которое приготовил Гедеон для гостя. Гедеон увидел, что и принят этот обед, и увидел вот некоторые особые чудеса, которых он так хотел. Понял тогда Гедеон, что это был ангел Господень. «О, Господь Бог, горе мне», — сказал Гедеон. «Я видел ангела Господнего лицом к лицу, но Господь ответил, «Все хорошо, не бойся, ты останешься жить». И на том месте Гедеон воздвиг к Господу жертвенник и дал этому жертвеннику имя, Яхва-шалом, то есть мир Божий. И он и по сей день стоит в Афре, что в наделе Авеезера». Вот так произошло призвание Гедеона. Он испугался сначала. «Ангел явился ко мне, и я должен умереть». Когда Господь прикасается, в том числе через посланника, через ангела, к обычному грешному человеку, что это значит? Смерть. Бог есть огонь поедающий. Вот так представлял себе ветхозаветный человек. Бог своим могуществом, своей силой как бы обжигает человека, умерщвляет его. Моисею когда-то Бог сказал, не может человек увидеть лица Божие и не умереть. Но Господь ответил, уже не через ангела, а уже непосредственно ответил Гедеону, что не бойся, этот ангел пришел не умертвить тебя, но призывать тебя. И вот Гедеон принял это призвание. В ту ночь Господь сказал Гедеону, «Возьми быка из отцовского стада, быка откормленного, семилетнего, разрушь принадлежащий твоему отцу жертвенник Ваага и не извергни Ашеру, которая там стоит. На той вершине воздвигни для Господа твоего Бога жертвенник и разгажи на нем все необходимое. Взяв откормленного быка, принеси его в жертву всесожжение, а на дрова пусть пойдет низвергнутая тобою Ашера». Отец Гедеона был одним из тех людей, которые уклонились в идолопоклонство, которые забыли истинного Бога. Вместо того, чтобы чтить Бога, отец Гедеона выстроил жертвенник Ваагу. Ваага — это один из самых распространенных языческих богов. Его почитание Ваага было самым распространенным в том регионе. Пророк Илья позже боролся с тем, что очень многие люди уклонялись в Ваага поклонства. Очень часто Ваага изображали в виде быка, делали таких железных быков, под которыми разводили огонь, а туда бросали детей. Не просто человеческие жертвоприношения, а детские жертвоприношения требовал себе этот страшный языческий бог Ваага. Вот с этим культом боролся Гедеон, а позже другие, избранники Божии и пророк Илья тоже. И вот какой-то, ну, может быть, не видя быка, какой-то жертвенник Ваага был у отца Гедеона, и Бог велел Гедеону разрушить этот жертвенник, свергни острату, как здесь в этом переводе говорится, ашеру, это тоже такая женская богиня языческая, тоже очень страшная, пусти на дрова, видимо, из дерева был этот идол сделан остраты, пусти его на дрова и принеси жертву истинному Богу. Фактически объяви войну, язычеству и даже своему отцу вот такое указание Божие. Гедеон выбрал из числа своих людей до десятерых помощников и сделал, как велел ему Господь. Но совершил он все это не днем, а ночью, потому что боялся и своих родственников, и прочих жителей селения. Гедеон нашел каких-то верных людей, десять человек, сделал все это, разрушил жертвенник своего отца, но очень боялся, что можно понять, и ночью все это совершил. Наутро встали жители селения и видят, жертвенник Фауга разрушен, а Шейра, что стояла рядом, низвергнута, а на новом, только что построенном жертвеннике, принесен в жертву откормленный бык. Кто это сделал, спрашивали люди друг друга. Искали, доискивались и разузнали. Это сделал Гедеон, сын Иоаса. Жители селения сказали Иоасу, выдай нам своего сына. Он должен умереть. Он разрушил жертвенник Вауга, низвер Кашейру, что стояло рядом. Но Иоас ответил тем, кто его обступил. Вам ли защищать Вауга, вам ли за него заступаться? Кто будет защищать его, не доживет до рассвета. Если он Бог, то пусть сам поборется, когда разрушит его жертвенник. В тот день Гедеону дали имя Ирубау, что значит, пусть Вау поборется с ним, ведь он разрушил жертвенник Вауга. Вот такие последствия были у этого указанного Богом действия Гедеона. Жертвенник разрушен, жители ополчились на него, Вау будет мстить нам. Но отец Гедеона неожиданно встал на его сторону. Сказал Вау, пусть сам себя защищает. Меденитяне, Амеликитяне, восточные племена, собравшись вместе, пришли и стали лагерем в Израильской долине. И вошел тогда в Гедеона дух Господа. Гедеон протрубил в рог, и за ним пошел род Авеизера, разослал вестников, и за ним пошло все племя Моносии, послал вестников к племенам Асира, Завулона и Нефалима, и эти племена тоже отправились на войну. И Гедеон сказал Богу, ты действительно моей рукой спасешь Израиль, как обещал. Смотри, я кладу здесь на такую только что состриженную шерсть. Пусть на шерсти выступит роса, а земля вдруг останется сухой. Вот тогда я поверю, что ты и в самом деле спасешь Израиль моей рукой, как и обещал. Так и случилось. Вот такое очень известное знамение. Гедеон собрал большое войско, Дух Божий в него вошел, он со властью, с силой призвал людей, и за ним пошло и его племя, и соседние племена, и другие колены. И он действительно сумел собрать войско, чтобы сражаться с врагами. Но он еще сомневается. И он проверяет себя и проверяет, насколько Господь с ним требует чуда от Бога. И вот сила его молитвы, его обращения к Богу такова, что Бог дает ему это чудо. Он расстелил руно со среженную шерсть на траве и просил у Бога, пусть вот это руно, эта шерсть станет влажной от росы, а остальное пусть все будет сухим. И Господь дал ему это чудо. Но ему мало такой упрямый человек. Наутро Гедеон встал, принялся выжимать шерсть, из нее потекла вода, он набрал целую чашу. И Гедеон сказал Богу, не прогневайся, я попрошу тебя еще об одном, последнем знамении с этой шерстью. Теперь пусть шерсть останется сухой, а на земле вокруг пусть выступит роса. в ту ночь Бог так и сделал. Шерсть осталась сухой, а по всей земле была роса. Вот так говорит нам Священное Писание о тех чудесах, которые как бы требовал Гедеону Бога дерзновенно, и Бог дал ему эти чудеса. А вот что было дальше, мы узнаем из следующей, седьмой главы. Шестую главу мы читали для библейского портала Экзегет в переводе Российского Библейского Общества. Субтитры создавал DimaTorzok